биология тема номер 43 постоянство температуры тела и способа ее регуляции регуляция температуры тела регуляция температуры тела исключительно важна в условиях покоя и разнообразной деятельности человека вы уже знаете что в результате непрерывного распада веществ в организме освобождается тепловая энергия и у количество зависит от интенсивности обмена веществ спокойном состоянии тепло образуется в небольших количествах образование тепла усиливается при мышечной работе хотя количество вырабатываемого тепла то увеличивается то уменьшается температура тела здорового человека остается относительно постоянной за нормальную принимается температура тела около 37 градусов по цельсию это среднее и значение в действительности температура тела может колебаться от 36 5 десятых по цельсию до 36 и 9 градусов по цельсию средняя температура тела человека колеблется в течение суток днем она немного выше чем ночью колебания температуры связаны с изменением уровня обмена веществ различные инфекционные заболевания вызывают повышение температуры лихорадку человек может переносить лишь незначительные колебания температуры тела ее повышение выше 43 градусов по цельсию падение ниже 25 градусов по цельсию как правило смертельное сохранение постоянной температуры тела возможно только при условии что количество производимого в организме тепла равно количеству тепла отдаваемого наружу за сутки человек отдают около 13 с половиной тысяч килоджоулей тепла из них 80 процентов через кожу терморегуляцию разделяют на химическую и физическую химическая терморегуляция заключается в изменении уровня обмена веществ и ее главная роль образование тепла повышенное образование тепла предохраняет организм от охлаждения наоборот при высокой температуре окружающей среды обмен веществ в организме понижается это защищает организм от перегревания освобождение энергии происходит химическим путем за счет распада белков жиров и углеводов самое значительное количество тепла образуется в организме при сокращении мышц во время физической работы вот почему когда мы мерзнем надо сделать ряд физических упражнений или побегать образованию тепла способствует и непроизвольное сокращение мускулатуры всем хорошо известный дрожь на холоде наконец немалую роль играют процессы обмена веществ во внутренних органах образовавшиеся в них тепло разносится кровью по всему телу и поступает кожи если от химической терморегуляции зависит в основном образование тепла в организме то физической терморегуляции главным является отдача тепла в окружающую среду согласно законам физики тепло передается от более нагретого тела к менее нагретому перенос тепла происходит благодаря теплопроводности теплоизлучению передача тепла путем теплопроводности осуществляется между физическими телами находящимися в непосредственном соприкосновении друг с другом этим способом человек может отдать часть тепла только в том случае если температура предметов которых он касается ниже температуры поверхности его тела охлаждение путем излучения тепла может происходить и в том случае если температура воздуха выше температуры тела теплоизлучение то есть испускание тепловых лучей происходит при отсутствии непосредственного контакта с более холодным телом типичным примером теплоизлучения является потеря тепла в комнате с теплым воздухом но при наличии холодных стен благодаря теплоизлучению человек находящийся в тени даже в жаркой пустыне способен освобождаться от части своего тепла известно что испарение воды связано с затратой большого количества тепла так чтобы один грамм воды комнатной температуры перевести пар требуется 2443 джоуля это очень большая величина испарение пара с поверхностью кожи обеспечивает большой потерю тепла таким образом средствами удаления избыточного тепла из организма являются теплопроводность теплоизлучение испарения рефлекторные механизмы терморегуляции у человека существует специальные нервные гуморальные механизмы терморегуляции в коже содержится огромное число рецепторов легко воспринимающих малейшие изменения температуры существует специальный центр терморегуляции расположены в промежуточном мозге химическая терморегуляция происходит благодаря непосредственным влиянием нервных импульсов на уровень образования тепла в мышцах и внутренних органах параллельно с этим происходит и перераспределение крови основного переносчика тепла в организме путем расширения или сужения сосудов кожи увеличение или уменьшение отделения пота регуляция постоянства температуры тела и обмен веществ осуществляются высшим отделом центральной нервной системы корой головного мозга наблюдения на людях показали что изменение теплоотдачи могут возникать по сигналам из внешней среды при некоторых психических состояниях перегревание перегревание организма возникает под влиянием высокой температуры окружающей среды также при затруднении отдачи образующегося в организме тепла перегревание может возникнуть на производствах с высокой температурой горячей цеха в районах жарким климатом под лучами палящего солнца при длительном пребывании в душном помещении перегреванию способствует и образование тепла при мышечной работе особенно в непроницаемой или плохо проницаемой для водяных паров одежде из синтетических тканей которая сильно затрудняет испарение пота такие условия вызывают у человека тепловой удар или если человек находится на солнце солнечный удар при перегревании наблюдается мучительная головная боль головокружение общая слабость побледнение замедленность движений возможны тошнота рвота судороги кратковременной потери сознания повышение температуры тела до 40 41 градуса по цельсию если у человека появились признаки перегревания надо немедленно вызвать скорую помощь не теряя ни минуты необходимо уложить пострадавшего в прохладном месте приподнять его голову расстегнуть одежду для увеличения теплоотдачи на лоб положить холодный компресс и смочить одеждой одежду водой пострадавшего нужно напоить холодной водой для предупреждения перегревания на солнце голову обязательно следует прикрывать светлым хорошо отражающим солнечные лучи главным убором ожоги ожогами называют повреждение ткани организма при действии раскаленных предметов химических веществ электрического тока солнечных лучей при соприкосновении с огнем ожог может поражать самые разные участки тела при этом нарушаются функции кожи создаются условия для проникновения в организм возбудители различных инфекций различают три степени ожогов ожоги первой степени характеризуется покраснением припуханиями кожи боли болями они на менее опасны обожженный участок тела надо промыть раствором питьевой соды наложить содовую повязку или смазать жиром при ожогах второй степени на коже образуются пузырьки при ожогах третьей степени происходит омертвение кожи в обоих случаях на обожженный участок нужно наложить чистую повязку и немедленно обратиться к врачу пострадавшему с ожогами второй третьей степени может помочь только врач случае поражения более трети поверхности тела человек может погибнуть отморожение отморожением называют повреждение ткани вызвано их переохлаждением морожению чаще всего подвергаются нос пальцы рук и ног появлению отморожений способствует слишком легкой или пропитанной водой одежда тесной или промокшей обувь при отморожении первой степени происходит побледнение кожи и появляется сильная боль в этом случае лучше всего растереть пострадавшее место до покраснений смазать его жиром вторая степень отморожения сопровождается припухлостью кожи образованием темно-красных пятен и потери чувствительности при отморожении второй и третьей степени начинается омертвение отмороженной ткани в этом случае нужно прикрыть поврежденный участок повязки обратиться за врачебной помощью отморожение возникает тем быстрее протекать тем тяжелее чем ниже температуру воздуха выше влажность охлажденного участка тела и продолжительное охлаждение